Вообще президент России никому ничего не должен. Была серьезная разборка в бункере. Путин понял, что дальнейшее его пребывание в лагере умеренных фашистов, ну, критически опасно для его личной власти. Потому что для умеренных, которые идут на такие вещи, как освобождение Азова, это просто абсолютное табу для ультрафашистов, для умеренных логичным будет расширение их внешнеполитического маневра в отсутствии Путина. И на прошлой неделе, я об этом говорил, был целый ряд сигналов из Москвы, что люди очень близкие к Путину называли самого близкого к нему человека. Это Юрия Ковальчука, который единственный с Путиным разговаривает на «ты», и Путин на него даже всегда смотрит немножечко снизу. Предлагали очень мягкий для Путина, даже спасительный в этой ситуации вариант. Он как бы объявляется в состоянии болезни, что Путин в состоянии болезни временно, временно это ключевое словечко, временно передает свои обязанности коллективному органу Совету Безопасности. Ну, потом он может настепенно куда-нибудь отбыть на длительное лечение в одном из центров китайской традиционной медицины. Это развяжет руки вот этой группе, и они будут подмигивать Западу. Вот смотрите, мы решили большую услугу для всего человечества. Мы вот убрали в сторону человека, который тут размахивал своей ядерной гилдой, грозил вам. Помогите нам теперь спасти лицо, остаться у власти, и получить какие-то очень мягкие для нас условия окончания конфликта. Это для общения с Западом и с Украиной. Ну, что касается Украины, все эти надежды абсолютно беспочвенные. Решимость Украины покончить абсолютно с агрессией, она возрастает с каждым днем, с каждым новым докладом Комиссии Объединенных Наций, попыткам на оккупированных территориях. Вот вчера был опубликован в Неве чудовищный доклад, где говорилось о том, что массовыми, о массовых пытках, изнасилованиях, включая детей четырехлетнего возраста, только изгнание оккупантов и наказание преступников. Это единственная программа Украины. Ну, и вот я думаю, что Путин это понял, может быть, даже он готов был к такому варианту, но он понял, что дальнейшее его пребывание вот в линии, в этой партии умеенных фашистов, оно приведет к его отставке еще даже более резкой. Он может потерять не только, к его не только политической смерти, но и к более жестким формам его временного лечения. И он коренным образом изменил пластинку. Я уже это сказал. Он как бы принял программу партии ультрафашистов, присоединившись к их основным требованиям. А за все это кто будет платить? За это все будет платить Украина. По Молдове. Давайте вот просто логическая простая цепочка. Вот сейчас Молдова фактически спряталась за спиной Украины. Полностью за спиной Украины. Прижалась как бы к груди, спиной прижалась к груди матери Румынии, а спереди прикрылась Украина. И прошло уже более полугода с начала активных боевых действий. И тем не менее никаких поползновений в сторону демилитаризации так называемого Приднестровья, возвращения этой части всемирно признанной молдовской земли в лоно матери Молдовы не происходит. Ни слов об этом я не слышу. По крайней мере до Украины не долетают. Я их не слышу. Значит где-то тихо. Если где что-то кто-то говорит, что это вопрос нерешенный, и они трусят и так далее. Но трусость Грузии я еще могу как-то понять. А вот трусость Молдовы это какая-то гипертрусость. Такими трусами быть нельзя. Просто государством, которое имеет достоинство и вообще какие-либо мысли о своем дальнейшем существовании. Потому что, во-первых, Приднестровье это просто нужно ликвидировать. Молдова остановилась на том, что Мария Санду сказала, что она не подтвердила, что это оккупированная территория. Окей, ну дальше что? Надо же что-то делать. Там находится только формально российская регулярная армия, насколько я из разговоров с военными знаю. Там местные на контракте с своими женами бочками с вином, виноградами, яблоками, всем советским бытом своим. То есть ее ликвидировать для этого хватит даже армии Молдовы. А если они попросят украинскую, то это вообще за сутки можно сделать. Далее. Там находятся большие арсеналы, как мне опять военные говорили, советских боеприпасов, которые у нас закончились фактически, кажется, а тут бы они полетели в нужную сторону. Вот такую бы помощь могла Молдова оказать Украине в войне, в соседней стране, которая за нее воюет. Но даже не будем брать все эти моральные категории, Молдова застрахована от всего абсолютно. То есть Молдова за 15 минут может вступить в Румынию. Просто проголосовать парламент о вхождении в Румынию, и Румынию за 15 минут примет, и они окажутся под натовским зонтиком. Так чего же вы боитесь-то уже сейчас? Про европейский президент у вас, как я понимаю, и власти больше сейчас все-все понимают. И даже если представить катастрофичное, что вот Молдова под угрозой российских орд, одно голосование в парламенте, вы член страны НАТО. Если вот такая опция была у Украины, ну понимаете, это просто вам с неба упало. Вот такая вот опция, что вот страна готова вас принять, и она примет, безусловно. Ну потому что это свой народ, в любом случае, как бы там ни говорили, что отличаются, но все отличаются. Мне вот недавно венгры этнический рассказывал из Закарпатии, что они для венгров, все-таки не совсем венгры. Ну то есть есть нюансы, да? Но в целом, как бы все понятно. То есть у Молдовы, Молдова может даже заранее заручиться, договориться как-то, или декларацию какую-то, объявить на случай какой-то, неважно. В общем, бояться абсолютно нечего в данной ситуации, но Молдова боится. Боится вернуть свое и боится помочь Украине. Это позор. Как сейчас Грузия ставится до того, что россияне начали массово втекать от мобилизации в вашу страну? Первое, что это большая опасность для Грузии. К сожалению, надо сказать, что сегодняшняя власть Грузии, это уже, я прямо называю, это пророссийская власть, прорусская власть, которая у нас в стране, потому что, к сожалению, они не думают, что это громадную проблему для национальной безопасности Грузии. Все это как бы имеет большую роль. Сейчас, насколько я знаю, где-то уже 30-40 километров очереди у границы со стороны России на границе с Грузией. И очень много россиян хочет сюда приехать. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что вот только 5-го или 6-го сентября Путин выдал новый, так сказать, акт о гуманитарной поддержке граждан России. И в особенности он подчеркнул Грузию, Литву, Латвию, Эстонию и Молдову. И сказал, что как раз отношение с этими странами будет строиться на базе того, насколько будут защищать права русскоязычного населения на месте. Это приблизительно тот же предлог, который он использовал в 2008-м. он использовал в 2014-м, в 2008-м в Грузии, в 2014-м в Украине, а сейчас уже в 2022-м еще повторно в Украине. Почему я хочу это подчеркнуть? Потому что сегодня наша партия «Стратегия строительство», которая наша партия называется, мы официально потребовали со стороны власти Грузии закрыть границы для граждан России. И только лишь надо, чтобы граждане Грузии, которые есть в России, если они хотят вернуться обратно в страну, чтобы у них было право возвращаться. и еще грузины, которые, так сказать, родились на территории Грузии, граждане России просто хотят вернуться обратно на родину. А остальное, чтобы закрыли границу. Я могу сейчас сказать, что абсолютное большинство в Грузии, граждан Грузии, поддерживает нашу инициативу, которой мы вышли, чтобы закрыть границу. И я еще честно вам скажу, что просто на улице ходишь в Грузии и очень заметно, что у нас громадное количество русских. Русские машины с русскими номерами. Как они себя поводят? Пане Георгию, скажите, пожалуйста, как они себя поводят? Они приехали до дружной страны, или они приехали до части империи, где они могут себе позволить вести себя так, как они считают за потребным? Не враховывая те, что они в гостях, вимушенных навете в гостях? Смотрите, я не могу сказать, что все россияны, некоторые сейчас в Грузии одинаково себя ведут, но что нас удивляет очень часто, очень часто, да, встречают россияне, которые поддерживают даже ту политику, которую Путин ведет сейчас в отношении с Украиной, они не признают, что территории Грузии оккупированы. Поэтому, почему мы говорим, что надо полностью закрыть границу, потому что на лицо не узнать, кто есть кто. Не возможно это идентифицировать. Підпишитесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других полезных платформах. Реквизиты в описании. до видео. Продолжение следует...